Добрый вечер, дорогие телезрители! Четверг, 18.15 и в эфире национального телевидения программа «Один из нас», которую вот уже много-много лет веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И сегодня мы хотели бы, один из нас сегодня интересуется живо, причем интересуется свежеподписанным федеральным законом об не только увеличении, но еще об основных изменениях в закон о материнском капитале. На днях буквально президент страны подписал данный закон и появились некоторые нововведения в этот очень и очень животрепещущий, я бы сказал, закон. И сегодняшний гость нашей передачи, управляющий отделением Пенсионного фонда России по республике, Сахайя Кутия, Георгий Михайлович Степанов. Здравствуйте! Добрый вечер! Чтобы снизить накал, градус такой, да, вы же знаете, к кому попали, все-таки материнский капитал, это дело только матерей или отцы тоже могут, скажем так, быть вовлеченным в этот процесс? Правильно, это выплата называется материнский семейный капитал, что изначально предполагает участие отцов тоже. Но отцы, они должны быть единственными родителями или единственными усыновителями. Допустим, отец усыновил детей, у него есть право, или, ну, в жизни всякое случается, мать может не пережить роды. В этом случае право на материнский семейный капитал переходит или к ее детям, или к отцу их совместных детей. То есть представитель мужского пола, который появляется в отделении пенсионного фонда, не стоит над ним насмехаться и говорить, что-то за материнским капиталом заявился. Ну, хорошо, насчет животрепещущего, правильно подметили, очень-очень насущный вопрос, поскольку появившееся вот энное количество лет тому назад материнский капитал дал огромные возможности семьям в плане улучшения их жизненных условий. И в этой связи есть же до сих пор путаница в материнских капиталах. Полагается от республики, полагается в федеральной, дальневосточной вот недавно появился. Вот давайте, как вообще вот эта программа исполняется у нас силами вашего отделения у нас в республике? Пенсионный фонд Российской Федерации отвечает за реализацию федерального материнского семейного капитала, который установлен 256-м федеральным законом. И вы правильно заметили, он у нас работает с 1 января 2007 года. Кроме этого, есть еще так называемый республиканский семейный капитал, администрирование которого осуществляют органы социальной защиты нашей республики. И в прошлом году у нас появился дополнительный вид материнского семейного капитала. Он называется региональный, дальневосточный в данном случае. Получателями этого сертификата капитала у нас являются только жительницы дальневосточного федерального округа. Он составляет 30% от установленного размера федерального материнского семейного капитала. Но также вопросы установления и выплаты у нас по дальневосточному материнскому капиталу осуществляют также органы социальной защиты населения. Но здесь есть разности. Если федеральный материнский капитал можно получить уже при рождении первого ребенка с этого года, то республиканский капитал полагается в связи с рождением третьего или последующих детей. То есть здесь есть существенная разница в условиях получения. Ну и как я говорил, осуществляют два разных ведомства. Но мы всегда взаимодействуем. Допустим, по дальневосточному региональному МСК матери могут подать заявление и как в органы социальной защиты, так же и в органы пенсионного фонда. Ну, все-таки, наверное, дело в количестве, дело в цифрах. За все годы осуществления данной программы сколько у нас семей воспользовались этой поддержкой государства? С 2007 года у нас в республике только выдано 87 тысяч сертификатов. То есть за все время, за все 13 лет действия программы. Из них 42 тысячи семьи уже использовали полностью свой материнский семейный капитал. Это половина сертифицированных семей, она уже использовала свои возможности. Поэтому это достаточно большая помощь. Если говорить о цифрах, то есть тоже с 2007 года на финансирование средств материнского семейного капитала, только федерального, направлено более 21 миллиарда рублей. 21 миллиардов рублей. Это только у нас в республике? Это только у нас в республике. Огромная сумма, согласитесь. И, наверное, есть же такие, скажем так, диванные критики и тому подобное, которые говорят, почему не оказывается адресная помощь, лучше бы то, лучше бы сё и так далее. И говорить об адресной, адресно оказанной 21 миллиарде за время осуществления вот этой федеральной программы, я думаю, что, в принципе, можно уже сказать, что сливайте воду, господа, и расходимся дальше. Но есть же ограничения в использовании материнского семейного капитала. Какие причины могут быть отказа в выдаче материнского капитала? Ну, я бы не стал говорить об ограничениях. Я бы сказал о тех направлениях, на которые можно использовать средства материнского капитала. В первую очередь, это, конечно, улучшение жилищных условий. И вот из 42 тысяч уже распорядившихся семей, как раз 98% семей, они улучшили свои жилищные условия. Или закрыв ранее взятые кредиты и займы, в первую очередь ипотечные, связанные с приобретением и строительством жилья. Или же напрямую потратив средства МЦК на приобретение или строительство жилья. Это первое, самое основное направление. 98% держателей сертификата именно направляют на эти цели. Второе, это образование. Сейчас можно оплачивать все образовательные услуги, начиная от ясель, заканчивая высшими учебными заведениями. Здесь единственное требование, что это должна быть организация. То есть, если вы отдадите ребенка в частный детский садик индивидуального предпринимателя, вы не сможете потратить на оплату их услуг средства материнского семейного капитала. Это должна быть обязательно организация. И второе, часто очень спрашивают про студентов. Студентов, значит, на начало образовательной программы ребенку должно быть не выше 25 лет. Ну, я думаю, что это вполне логичное такое ограничение. Третье ограничение можно направить, вернее, не ограничение, а третье направление. Можно направить средства материнского семейного капитала на формирование накопительной пенсии матери. Только матери. Но это очень, скажем так, невостребованное направление. У нас буквально 5-6 женщин за всю историю существования МСК воспользовались этим своим правом. И четвертое направление, оно из совсем новых. Года два тому назад были внесены изменения в законодательство. Средства МСК можно потратить на социальную реабилитацию и абилитацию детей-инвалидов. И пятое направление, это совсем новое направление, оно появилось только в прошлом году. Значит, при рождении второго ребенка, который родился после 2018 года, также средства МСК можно направлять на ежемесячные выплаты. При условии, если доход семьи на каждого члена семьи не превышает два прожиточных минимума. То есть для того, чтобы получать живыми деньгами в виде ежемесячных выплат, тоже необходимо соблюсти некоторые условия. Но формальность, вся наша жизнь состоит из соблюдения определенных формальностей. То есть, в принципе, мы живем в правовом, вроде бы, государстве, поэтому все эти правила и законы... Поэтому право и закон, законодатель регулируют все эти отношения. Все замечательно. А вот были ли в истории выдачи материнского семейного капитала в Якутии случаи отказа? И чем они были вызваны? Ну, во-первых, самая распространенная причина – это, значит, лишение матери родительских прав. У нас, к сожалению, есть и такое, и в достаточном количестве. В отношении, если было совершено преступление против ребенка, соответственно, мать лишается родительских прав, и эта мать, безусловно, не имеет никакого права использовать средства материнского семейного капитала. Ну, и второе, часто встречающаяся причина отказа – то, что просто женщина ранее уже использовала это право. Дважды использовать право на материнский семейный капитал невозможно. Это осуществляется один раз в жизни человека. То есть это не налоговые льготы? Нет, это не налоговый вычет, который можно получать ежегодно. А то некоторые гражданки, скажем так, думают, что это регулярное право, которое переходит с рождением каждого ребенка. Нет, второго и последующего всегда было. Ну, вот сейчас внесли изменения с 2020 года уже первый и второй. К нововведениям мы вернемся и расшифруем детально те нововведения. Вы сказали, что улучшение жилищных условий. Это первая статья, 98% людей используют материнский семейный капитал на вот эти цели. Вопрос звучит таким образом. Сейчас, в последнее время, очень, скажем так, медиа звучит два выражения. Прежде всего, дальневосточная ипотека и ипотека ИЖС. То есть, у нас вот эти две программы, они пересекаются ли с использованием материнского капитала? Они могут пересекаться. Потому что именно, вот как я уже говорил, улучшение жилищных условий, он включает в себя не только приобретение жилья, да, или строительство. Можно закрыть и кредит, заем, но ипотечный. Это кредит, который выбрали специально для приобретения или строительства жилья. А вот дальневосточная ипотека, я так понимаю, вы про 2% ипотеку говорите, да? Здесь, со стороны закона, действующего о материнском семейном капитале, никаких ограничений нет. Насколько я знаю, это условия банков. Так, давайте на секунду буквально прервемся на небольшую паузу и вот с этого момента поподробнее. Расшифруем вот эти вот моменты, которые есть в порядке использования материнского капитала. Небольшая пауза. Сегодня один из нас усиленно интересуется изменениями в законе о материнском капитале, который на днях подписал глава страны. И мы в первой части остановились на пересечениях закона о материнском семейном капитале и дальневосточной ипотеке. Одно из наиболее востребованных продуктов, возможности улучшения жилищных условий. Вот давайте мы продолжим с того момента, где мы остановили, что дальневосточная ипотека это... Дальневосточная ипотека это самостоятельная история, начнем с этого, да? Которая как бы напрямую, она не связана с реализацией материнского семейного капитала. Но, как я уже сказал, материнский семейный капитал, его средства можно тратить на закрытие ипотечных кредитов. Кредитов, займов, которые семья брала на улучшение своих жилищных условий. А вот насчет двух процентов, это уже надо смотреть, и это я бы посоветовал каждой семье это делать. Обязательно ознакомиться с условиями ипотечного договора. Какими средствами можно закрыть часть этой ипотеки? Потому что не все банки и не всегда, значит, позволяют семьям закрывать ипотечные кредиты средствами МСК. И в первую очередь, вот насколько у нас сегодня есть информация, это ограничение со стороны банков тоже есть в отношении двух процентного, значит, кредита дальневосточного. Поэтому здесь семьям в первую очередь необходимо оговаривать все условия кредитования с кредитующими организациями. Хорошо. И о направлениях использования мы в первой части сказали, большинство, 98, как вы сказали, процентов, это улучшение жилищных условий. И один из моментов того, что правом на материнский семейный капитал можно воспользоваться, также усыновив ребенка. Вот какие тонкости есть в этом отношении? Я вначале говорил, что, значит, когда вы спросили про отцов, усыновленные, усыновители отцы тоже имеют право. Соответственно, имеют право и усыновившие женщины, да. Согласно закону, право на материнский семейный капитал имеют женщины, ну, или отцы, которые, значит, родили или же усыновили. То есть в данном случае усыновление фактически приравнено к рождению ребенка. И учитывается только эти дети. Допустим, я могу привести антипример, да. Постоянно нас спрашивали вначале, когда мы начали реализовать эту программу, как же быть с пасынками и с падчерицами. Но это не усыновленные дети. Если они не усыновлены, да, и являются, допустим, пасынком или падчерицей, там, скажем, в браке двух мужчин и женщин, то если они не усыновлены матерью, то они не имеют права. Они не учитываются при определении права матери на материнский семейный капитал. Очень важно. Рожденные и усыновленные. Это установлено законом. Ежемесячные выплаты на нужды семей. Мы вне эфира затронули о том, что наряду с материнским капитаном также еще и изменяются другие социальные выплаты. Мы говорили о выплате о пособии до 7 лет. В принципе, коррелируется или нет, мой следующий вопрос, как ежемесячные выплаты вообще в целом в ходе действия вот этой программы можно выделить особым пунктом? Я бы сказал только о ежемесячных выплатах, которые может получить семья за счет средств МСК. Вот об этом я говорил. Это новое, пятое направление финансирования средств МСК. Семья, у которой ежемесячный доход на каждого члена семьи ниже двух прожиточных минимумов может рассчитывать на получение ежемесячной выплаты за счет средств материнского семейного капитала. То есть он ежемесячно будет получать определенную сумму за счет из средств материнского капитала Разбив определенные деньги Да, наличными деньгами. Но это, как я уже говорил, есть несколько требований. Первое, это право есть у женщин, у которых родились вторые дети после 2018 года, так как это нововведение было. И, значит, вот требования к прожиточному минимуму для каждого члена семьи. Ну а что касается вот тех выплат, которые будут осуществлять до семи лет региональные органы социальной защиты, конечно, у нас есть точки соприкосновения. Мы взаимодействуем. Это фактически одна и та же целевая группа. Поэтому мы очень активно взаимодействуем с Министерством труда и социального развития, с органами опеки для того, чтобы с минимальными затратами для клиента вот предоставить все необходимые социальные и государственные услуги. Ну, получается, что много же говорили о том, что материнский капитал нельзя обналичить, но получается вот ежемесячный выплат, и это легализованный способ... Легализованная возможность получать часть материнского семейного капитала наличными деньгами семьям, которые в данном случае особо нуждаются. Ну и вернемся вот буквально к событиям этой недели, начала этой недели. Президент подписал закон об изменениях... Да, в закон 256-й. Да, и в связи с этим, каков размер? Сколько получится в деньгах? Понятно. Да, 1 марта подписан 35-й федеральный закон, которым внесены изменения, в основной закон о материнском семейном капитале. Вы помните, что впервые эти изменения были проанонсированы главой государства во время ежегодного послания Федеральному собранию в январе месяце, и уже, как говорится, не прошло... Не полугода. Да, не прошло и двух месяцев. Это дело реализовано, закон принят, и мы сейчас уже сегодня готовы и реализуем нововведение. Что касается размеров. Материнский семейный капитал, основной размер его был проиндексирован у нас с 1 января, 2020 года, и на сегодня он составляет 466 617 рублей. Он сейчас будет в соответствии с нововведениями выплачиваться уже в отношении первого ребенка. Если же женщина родила второго ребенка после 2020 года, то она будет уже получать материнский семейный капитал в повышенном размере. Это 616 617 рублей. То есть к основному капиталу плюс 150 рублей. То есть вот эти две основные цифры надо будет запомнить. Это что касается размеров. Запутаться можно, но... Очень все просто. Та точность, с которой вы оперируете вот этими цифрами, ну, внушает уважение. То есть 466 чем-то... Вот так можно посчитать. Ну, основное нововведение многие обыватели считают то, что материнский капитал начал действовать в отношении первого ребенка. Да. Это основное изменение. Это основной, сказать, вот основной мейнстрим вообще этого закона, что сейчас материнский капитал можно получить уже при рождении первого ребенка, да. Ну, я не буду вдаваться там в цели, почему это было сделано. Все уже об этом знают. Поэтому с 1 января 2020 года все матери, у которых родились дети, вот в новом 2020 году первые дети, будут претендовать сразу на получение материнского семейного капитала. Вот в том размере, которым я сказал, 466-617. И мы, соответственно, ожидаем увеличения почти двукратного. Мы поинтересовались статистикой в органах ЗАГСа. У нас в прошлом году в республике родилось чуть-чуть менее 4 тысяч первых детей и 4 тысячи двести вторых детей. То есть сейчас получателей материнского семейного капитала в республике будет в два раза больше. Еще один момент, в связи с Владимиром Владимировичем тоже упоминаемый, это то, что быстрее будет, сроки будут сокращены. Да. Есть такая у нас задача. Ну, во-первых, я бы даже начал здесь разговор с проактивности. С 15 апреля текущего года решение о выдаче сертификата на материнский семейный капитал территориальные органы пенсионного фонда должны будут принимать и будем принимать в проактивном режиме. Что такое проактивный режим? То есть не требуется обращение матери. Мы получаем сведения из органов ЗАГС, есть федеральная информационная система, единый государственный реестр ЗАГС. Мы ежедневно получаем оттуда сведения о рожденных детях. И уже на основании этих сведений мы будем принимать все необходимые действия. То есть не будет с 15 апреля необходимости с 15 апреля, не с завтрашнего дня, с 15 апреля матерям приходить в клиентские службы пенсионного фонда за выдачей сертификата. Это тоже большое нововведение, которому территориальные органы пенсионного фонда должны быть готовы. Ну, для чего это делается, понятно. В целях минимизации затрат мамочки молодой, да. Ну, а учитывая то, что все необходимые сведения имеются в государственных и муниципальных органах, для нас большого труда не составит все эти сведения запросить. Будь это в органах опеки или в тех же органах ЗАГС и так далее. И второе, да, будут сокращены сроки. На сегодня мы принимаем решение в сроки, не превышающие 15 дней. Если у нас есть вся необходимая информация, мы можем принять решение в течение 5 дней. Но мы никак не можем выйти за ограничительный пресекательный срок 15 дней. Это что касается вынесения решения о выдаче матери сертификата. Потом, когда они уже обращаются к нам с распоряжением, заявлением о распоряжении, с этим заявлением они должны будут обращаться, потому что мы же не знаем, на что будет тратить мать средства МСК, жилищные условия образования ребенка. Здесь остается заявительный принцип. И вот здесь мы в течение 30 дней должны принять решение. И в течение 5 дней профинансировать. То есть получается максимум 45-50 дней должно пройти от цепочки получения и заканчивая распоряжениями. С 2021 года все поменяется в корне. Давайте вот насчет 2021 года. Мы уже в третьей части поговорим нашей программы. Сейчас опять мы проживаемся на небольшой перерыв. И оставайтесь с нами. Все нововведения об изменении в законном материнском капитале в программе «Один из нас». Мы продолжаем программу «Один из нас». И «Один из нас» в моем лице сегодня интересуется, насколько улучшится жизнь у многих из нас, которые имеют, скажем так, расширенные уже возможности с 1 марта пользования материнским семейным капиталом. И разъяснение нам дает сегодня управляющий отделением Пенсионного фонда России по республике Георгий Михайлович Степанов. И мы остановились на сроках о том, что проактивный режим с 15-го, заметим на секундочку, апреля, не завтрашнего дня, а с 15-го апреля, проактивный режим. То есть работает принцип «полагается, телеполучи». Да. И по срокам. На чем вы остановились? И по срокам, значит, тоже вот новым законом внесены изменения. С 2021 года, да, то есть со следующего года, органы Пенсионного фонда уже должны будут принимать решение о выдаче МСК за 5 дней, то есть не больше, чем в 5 дней. В 10-дневный срок принять решение о распоряжении средствами материнского и семейного капитала. Ну и 5 дней тоже остается на финансирование, то есть уже на необходимое перечисление выплату средств материнского и семейного капитала. Сроки сжимаются, но необходимо сказать, что это все достигается благодаря в том числе и развитию наших информационных систем и Пенсионного фонда, и наших партнеров. Поэтому я думаю, что мы с этой задачей справимся. Электронное правительство в действии, да? Да, цифровизация в действии, что называется. И на самом деле вот очень хороший закон, но речь, стилистика ее изложения, она достаточно высокопарная такая. Люди же обычно на своем уровне, да? И вот в автобусе слышал о том, что материнский капитал сегодня можно будет на средствах материнского капитала, а также на дачных участках. То есть земельный вопрос остается актуальным для ИЖС. Я отдельно говорил про продукты ИЖС и материнский капитал как взаимодействие. То есть все-таки садовые, дачные участки, они полагаются под освоение материнского капитала? Это тоже изменение законодательства. Значит, ранее, вообще надо сказать, что когда в седьмом году был принят закон 256-й, можно было только приобрести жилье, да? Но речь о строительстве, она зашла уже позже. Стали, значит, направлять средства материнского семейного капитала на индивидуальное жилищное строительство. То есть фактически все селяне в данном вопросе очень многое время были отрезаны. С теми изменениями, конечно, вот у нас темп роста ИЖС, особенно в селе, он у нас заметно активизировался. Но вкупе с региональным, с республиканским материнским, с материнским капиталом, с бесплатным земельным участком для семьи, у которых трое и более детей, да, это в принципе очень эффективный инструмент для решения жилищных вопросов молодой многодетной семьи. Ну а с этого года еще можно строить не только на землях, выделенных под индивидуальное жилищное строительство, можно строить и на дачных участках. Ну, могу сказать, что для республики в целом это не такой актуальный вопрос. Для Якутска возможно, но тем не менее, вот то, что расширены инструменты, значит, реализации материнского семейного капитала, это дело похвальное, безусловно. Следующий вопрос, который, ну, наши зрители и подписчики тоже задают, да, взаимодействие с банками, направление на оплату кредита через банки. Вот в этом вопросе как? Вот тоже новеллы законодательства о материнском семейном капитале сейчас позволят, уже позволили, можно сказать, матерям, обладательницам материнского семейного капитала обратиться непосредственно в банки, уже с распоряжением о средствах материнского семейного капитала. То есть, как это будет выглядеть в нашей обыденной жизни. Семья обращается, значит, в кредитную организацию за кредитом, займом. Они заключают договор, и в качестве одного из условий договора они могут прописать, что часть займа кредита они покрывают средствами материнского семейного капитала. И в этом случае заявители могут сразу написать заявление в это кредитное учреждение о распоряжении средствами МСК. То есть, второй раз идти с этим заявлением в органы пенсионного фонда обладательницам МСК не надо. Но для этого мы должны провести определенную организационную работу. Мы должны заключить со всеми банками, которые действуют на территории республики, соответствующее соглашение. Эта работа сейчас с нами проводится. И очень надеюсь, что ни один из руководителей банков якутских, он не откажется. Потому что это норма закона, но это все равно остается на усмотрение самих банков. Мы хотим, чтобы все эти возможности были реализованы у нас в Якутии со стопроцентной, скажем так. Всегда есть возможность сделать перстом вверх? Ну, сейчас есть... Вообще не с руководителями отделения банков. Сейчас есть более другие методы, чем этот перст. Но будем надеяться на наши партнерские отношения с банками. Хорошо, замечательно. И все-таки о сроке действия программы материнского семейного капитала. Он расширяется так же? Да. Сколько? Это тоже. Это уже третья такая... Пролонгация. ...новелла закона. Да. И это не первый раз закон пролонгируется. Вы помните, что первый раз его принимали на 10 лет. Потом продлили до конца 2021 года. А сейчас вот 35-м федеральным законом действие программы материнского семейного капитала продлено до конца 2026 года. То есть право первых и вторых детей, родившихся до 31 декабря 2026 года. Это, надеюсь, тоже надо запомнить. Может, мы упустили, проакцентировать, да, вот насчет возможности из средств материнского капитала по обучению. Можно ли потратить эти деньги на образование старшего или обоих детей, или оплатить за садик? Значит, здесь никаких ограничений нет. Кроме как частных садиков. Средства МСК можно использовать на оплату обучения, садиков, всех детей этой семьи, которые были учтены при определении права. То есть мы говорим так, что младший брат вполне может обеспечить обучение своей старшей сестры. Законом это не запрещается. И многие родители этим у нас в Якутии активно пользуются. Когда поступают документы, мы видим, что ребенок, вот право у них возникло только в прошлом, позапрошлом году. То есть ребенку максимум 2-3 года. Но уже идут договоры на обучение вот его родных, старших братьев и сестер в образовательных учреждениях. Получается, младший за старшего в ответе, да? Младший помог старшему. Младший помог, да? Семейная такая взаимопомощь. Еще один пример. Женщина родила двоих детей до принятия закона о материнском семейном капитале в 2003, скажем, в 2005 году. И в январе 2020 года у нее родился третий ребенок. Вот полагается ли ей материнский семейный капитал и каков будет его размер? Самое главное. Есть ли у женщины двое старших детей какого года? 2003-2006. 2003-2006. То есть два старших ребенка у женщины родились до принятия закона МСК, да? То есть у нее, соответственно, права не было. Сейчас у нее рождается третий ребенок, и она будет иметь право на материнский семейный капитал, и ее размер будет повышенный. Так как это уже у нее будет третий ребенок, мы ей выдадим сертификат на сумму 616 617 рублей с учетом первых двух рожденных детей. И здесь тоже я бы хотел внести такую ремарочку. У нас уже вот за январь-февраль мы выдали более 700 сертификатов по всей Якутии, да? сертификаты, которые получили женщины, родившие двоих детей после 1 января 2020 года. Вот им всем будет пересмотрен размером СК. Мы, так как закон еще не был принят, он был принят только 1 марта, а в течение января-февраля мы выдали сертификаты на 466 617 рублей. Но так как они родили вторых детей после 2020 года, а у нас закон имеет обратную силу до 1 января 2020 года, вот этим мамочкам, у которых вторые дети родились после 1 января 2020 года, мы автоматически пересмотрим размер их материнского семейного капитала и увеличим вот на эти 150 тысяч рублей. Никуда обращаться не надо, это все будет сделано в проактивном режиме на основании имеющихся данных в территориальных органах пенсионного фонда. Но мамочки эти должны знать, что они полагают. Они должны знать, поэтому я вам через вас им рассказываю. Им положено, у них закон позволил право установить с 1 января 2020 года, то есть все мамочки, которые получили за своих вторых детей сертификаты за январь-февраль, у них будет повышенный размер МСК, это важно. Но обращаться никуда не надо. Многородящие какие-то подписчики у нас. В 2016 году родились двойняшки, за материнским капиталом не обращалась. В каком размере будет выдан сертификат на материнский капитал в 2020 году? В 2016 году родились двойняшки? Да, в 2016 двойняшки, и она не обращалась. Она не обращалась. Вот плохо, что не обращалась. В данном случае у нее размер МСК составит 466 617 рублей. Потому что дети родились до 2020 года. Те дети, которые дали ей право, они родились до 2020 года. Вот здесь очень важно понимать, что право на повышенный размер МСК возникает у вторых или последующих детей, которые родились после 1 января 2020 года. Это важно. Замечательно, что на таких жизненных примерах мы заканчиваем. Еще раз говорю спасибо нашим подписчикам, спасибо нашим консультантам, причем большинство из них мамочки, что сегодняшний вопрос об изменениях федеральных закон о материнском семейном капитале нам из первых уст разъяснил управляющий отделением Пенсионного фонда России в Республике Саха и Якутия Георгий Михайлович Степанов. Я еще раз говорю, это одно из нагляднейших примеров государственной поддержки семьи с детьми. Огромный стимул для повышения рождаемости, для улучшения демографии по всей России. И отрадно, что работает также и республиканский закон. Отрадно, что включается и дальневосточная программа в этом направлении. Так что, что хочется сказать, рожайте, товарищи, мамочки, и будет вам повышенный материнский капитал. С 1 марта подписан закон об увеличении материнского капитала. Увидимся ровно через неделю.